Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как найти себя. Каждый человек наверняка хочет понять, кто он, куда он идет, зачем, и вообще понять смысл жизни. Потому что во многом жизнь бессмысленна. Мы делаем какие-то простые действия, или даже сложные, но не понимаем, к чему это все ведет, куда мы движемся, и кто мы такие. То есть, каждый человек по-разному представляет это. Он говорит свое имя, свою профессию, свой социальный статус, или еще называет себя как-то. То есть, я, например, Александр, можно назвать, что я духовный целитель или психолог. Я занимаюсь тем, что помогаю людям в улучшении качества жизни. Вот что происходит. Но что происходит за гранью этого? Когда я смотрю вглубь, когда я занимаюсь медитацией, делаю процессинг, я понимаю, что внутри я пустой, я пустота, так будет, наверное, правильнее сказать. То есть, осознание. Осознание, оно пустое, оно не наделено какими-то характеристиками. Это потенциал. Потенциал создания, потенциал смотрения, потенциал наблюдения. Это потенциал тот, который может помогать людям в увеличении осознанности. И поэтому каждый из нас может это делать. То есть, может чувствовать себя как сознание. И каждый из нас является сознанием. Но мы многое наносим, то есть, привносим, говорим о чем-то, что вообще не касается нас самих. То есть, мы говорим, мы это, например, бизнесмен, я бизнесмен, или я врач, или я, например, тот человек, который там помогает другим. То есть, каждый что-то привносит. И вот эта иллюзия созданного я, она вводит людей в заблуждение. Потому что что такое я? Мы говорим, что я это личность, индивидуальность. Но что происходит на самом деле? То есть, я здесь представляется как набор каких-то суждений. То есть, вот эти вот суждения, которые мы вкладываем, мы говорим, что это я. Я такой-то, я сякой, у меня такие-то суждения. Вот что происходит. И это все частичка сознания. То есть, сознание это потенциал. И в потенциале оно может быть чем угодно. И поэтому вот этот потенциал, он творит, по-настоящему творит чудеса. То есть, что творит потенциал? Он может сказать, о, я такой-то. И стать таким-то. То есть, вот вы наверняка тоже чувствовали, да, например, я бодрый сегодня. И стать бодрым. То есть, вот это потенциал. Это то, почему я записывал видео «Исцеляющее сознание». Потому что сознание может творить такие чудеса. Оно может создавать все, что угодно. Может создавать новые какие-то эмоции, ощущения. Может создавать восприятие. То есть, и когда сознание создает это, оно преобразует реальность. Поэтому и мы можем быть разными. То есть, то, что вот мы называем «Я», каждый из нас называет «Я». То есть, «Я» называют себя Александром. Там, ты называешь себя, там, Петей, Васей, Анастасией, там, или Анной. То есть, вкладывается свое имя, да. Но вот мы из этого потенциала можем творить все, что угодно. Поэтому можно создать себя или другого таким, каким ты хочешь его видеть. Именно как сознание. То есть, создать эти суждения и почувствовать их, какие они, эти суждения. И, соответственно, потом воспринимать их как есть. То есть, и понять, что мы создаем жизнь такой, какая она есть. И вкладываем в нее смысл. То есть, понять себя можно через осознавание. Когда мы убираем вот эту шелуху зарядов, каких-то суждений, фиксированных идей, которые накопились, уходит все лишнее. Мы осознаем себя как чистое сознание. Вот что происходит с нами. То есть, вот эта чистота, она действительно помогает нам глубже и глубже двигаться в процессе медитации. Двигаться вглубь, понимать, осознавать себя. И действовать осознанно. Получается, что это состояние помогает нам достичь вот этой глубины. Глубины я, глубины понимания. И когда мы осознаем это, то меняется наша жизнь. Она становится радостной, счастливой, наполненной. И, конечно же, появляется ее смысл. То есть, когда мы понимаем себя. Когда мы понимаем, что это потенциал. Потенциал может быть каким угодно. Каким захочет вот сознание, таким оно и будет. То есть, мы можем вложить в нашу жизнь все, что хотим. Любое ощущение. Все, что захочется. То есть, мы можем даже прямо сейчас попробовать это сделать, как обычно. Практику мы ее делаем уже в каждом видео. Такую небольшую, для того, чтобы каждый мог почувствовать, вообще, на самом деле, как это работает. Как сознание может создавать все, что угодно. Для этого сядьте в удобном месте. Закройте глаза. Потом создайте пространство для сессии. С помощью вашего сознания, с помощью намерения. Определите, где вы находитесь в этом пространстве. Определите, где находится ваше тело в этом пространстве. И дальше, когда вы это все почувствовали, создайте то, что вам хочется. То есть, это может быть какая-то картина, или кино, или какая-то эмоция, человек. Все, что вам захочется. Создайте это просто в вашем пространстве максимально полно, максимально открыто. Так, чтобы вы почувствовали это. Или создайте себя таким, каким вы хотите видеть. Хотите, например, видеть себя здоровым, счастливым, радостным. Создайте себя таким. Почувствуйте это в полной мере, ощутите, какой вы, каковы эмоции. Именно почувствуйте процесс этого создания. Когда вы это почувствуете в полной мере, посмотрите. Сначала вы создаете, а потом почувствуете. Это одновременный процесс, вроде бы времени он разграничивается, но это происходит как колебание. Вы создаете, чувствуете, создаете, чувствуете. И каждое мгновение вы делаете это. Просто сейчас вы делаете это осознанно. То есть вы создали, почувствовали, создали, почувствовали. Так и происходит во Вселенной. Частички переходят из одного состояния в другое. Они создаются, рассоздаются, создаются, рассоздаются. И вот таким образом происходит процесс создания, рассоздания. Вот это и есть такое гармоничное существование. Это и есть та радость жизни, которую можно создавать каждое мгновение. И мы это действительно делаем. Просто сейчас мы берем это и выводим на осознанный уровень, на уровень осознанности. И когда мы это делаем, то происходит, соответственно, совершенствование, происходит переосознание, трансформация. Трансформация сознания, и сознание начинает по-другому действовать. То есть оно не через механизм ума. Нет навязчивости уже в этом каком-то вот так надо, а так не надо. Сознание создает так, как хочет, осознанно. И так же вы можете творить в жизни. Вот. Почувствуйте этот процесс и перенесите его в вашу жизнь. Перенесите, чтобы вы могли творить осознанно себя и ваше окружение таким, каким вы хотите. И не то, чтобы его потом не соглашаться с ним или как-то там отрицать, да, то есть как-то проявлять какие-то негативные... Когда вы знаете, что это творите вы как сознание, то у вас не возникает желания отрицать это или подавлять. Вы – животворящее сознание. И вот когда вы получаете эту способность, вы можете это делать и творить по жизни. Как раз мы во время процессинга восстанавливаем эту способность в полной мере. Потому что бывает, когда начинаешь творить, возникают какие-то суждения. Я это не смогу, мне это не получится, это там все иллюзия, выдумка. Вот. И вот мы эти суждения все убираем, преобразуем. То есть когда они появляются, просто посмотрите на них, посмотрите такие, какие они есть. Не подавляйте их, не отрицайте, а дайте им возможность выйти. Посмотрите, как они были созданы, как это наносное появилось. И это уйдет. Уйдет, и вы вернете себе способность к творению, к созданию такой жизни, какая она есть. И поймете себя в полной мере. Как раз вот эту способность я и возвращаю человеку в процессинге. Точнее, я помогаю ее вернуть. Человек сам приходит, убирает негативный заряд, и к нему возвращается способность к творению, способность к пониманию себя и действительности, реальности такой, какая она есть. Вот. На этом, друзья, это конец практики. И перенесите ее в свою жизнь. То есть реализуйте ее и творите жизнь такой, какой вы хотите. Вот. Если это было видео вам полезным, то поставьте отметку «Нравится». Подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь его подписчиком. Включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они выходят на канале ежедневно. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, оно будет им тоже полезно и приятно. Вот. Также в описании все мои контакты. Там можно добавляться в друзья, писать комментарии. И две моих книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Можете их тоже почитать по ссылкам. Они в описании. В описании также есть и описание этого видео. Читайте его. Там очень много интересного и дополнительного к тому, что я уже рассказал. Вот. На этом мы будем на сегодня заканчивать. На вашем экране появились два моих видео о том, как справиться с зарядом и как изменить судьбу. Посмотрите их. Они будут вам полезны. Также подписка на мой канал и мой сайт, где больше информации о техниках улучшения качества жизни. Обязательно посетите его. А мы на сегодня будем прощаться. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Мы увидимся с вами совсем скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи, друзья. Всего доброго.